Мы снова попали в этот жестокий, кровавый, безумный мир хаоса, сомнений, боли и душевных тензаний. Удачи! После бабули осталась рука монстра, сохранилась превосходно, подбираем ее и идем дальше, точнее вот в эту дверь, здесь есть ящик, сейчас мы распределим все, что мы здесь нашли, все это делается просто и эффективно, я тут уже все посчитала. Пробежалась, записочку себе оставила, сколько кому что отдать. Ну вот так. Теперь нам нужно зайти вот сюда, в туннель, поставить здесь баллон со сжатым кислородом, что удивительно, кстати, все-таки, как персонажи умудряются перетаскивать такие огромные вещи с собой и даже не париться. Чудеса! Также здесь ящик абсолютно неповрежденный. Напалмомый, напалмовый гранатомет и ракетница, что ли? А, ракета, ракета, точно. Откуда ни возьмись, нарисуется. Пошли в другую сторону, я вам так скажу. Потому что стоять на месте не вариант. Нужно использовать на сканере отпечатков руку, которая выпала с бабуси. Прибор для сканирования отпечатков пальцев, используем руку, проходим в ворота. Я этого просто не понимаю. Ничего подобного мне в моих исследованиях еще никогда не встречалось. Я не знаю, что это, но эта штука определенно опасная. Давайте-ка мы ее оглушим парализующим пистолетом. Повезло, что мы его нашли. Как-то я проходила, мне он не попадался. Так что по-любому приходилось попадать один раз под удар. Но теперь-то не попадем. Теперь все будет путем. Выстрелим один раз, да? Он все равно оглушен. Ничего он нам не сделает, а этот не попадет. Ну все. Пропускаем ход, считайте. Почему он стреляет? На автомате, что ли, работает? Сам не знает, куда, но стреляет. Весьма заманчиво. Бивис и Батхит. Почему именно так он называется? Странная штука, очень странная. Ну что, просто атакуем. А Селиванов у нас пусть идет в обход. Нам нужно добраться до ящика. Там лежат ослепляющие гранаты. Повышаем меткость. Грачев у нас прокачался немножко. Так, что-то я затупила. Ну да ладно, идем в обход. Не понятно мне абсолютно, зачем он стреляет. Но, видимо, зачем-то надо это ему. Оглушение у него прошло. Мне надо его шокером долбануть. Чтобы не двигался. Вот так вот. Казалось бы, босс. А разработчики дали нам возможность разгуляться. Делай, что хочешь. Монстр все равно оглушенный. Блин, Селиванов никак не отойдет. У него, по-моему, защита от огня. У этого Бивиса и Батфета. Так что поджигать его нет смысла. Нужно уже забрать этот ящик. Ну и заодно снести ему пару десятков очков здоровья. Ну теперь-то мы можем стрелять из автомата, да? Да. Могли. Отличная штука этот УЗИ. Не всегда, правда, но бывает. Ну это то же самое, что слону дробина, как говорится. Еще один человек говорит, довольно часто мне это говорит, что это то же самое, вот когда берешь оружие легкое и идешь на огромного монстра, и он говорит, это то же самое, что взять спичку и со спичкой на медведя. Тоже прикольное сравнение. Давай! Ну что, у него тут совсем немножко осталось здоровья-то. Наверное, оставим мы его в покое, потому что иначе я не успею забрать этот ящик. В любом случае, в случае чего, мы его успеем убить. Так и стреляет непонятно куда. Скорее, открывай этот ящик. Что здесь у нас? Конечно же, ослепляющая граната. Отойду-ка я подальше. Ну а теперь уже можно бить его. Палками, табуретками, бутыльками. Всем, всем, что только есть. Опа! И что тут у нас, 8 пунктов осталось. Грачев, попробуй его долбануть чем-нибудь. Ну-ка, у тебя есть нож только, да? Ну тыкни его разок. Все равно не хватило, чтобы его добить. Ну ничего страшного. Сейчас добьем. Вопрос только, кто это сделает. Коврыга вам выпала великая честь! Теперь этот монстр записан на вас. Просто Коврыга у меня любимый персонаж. Ничего не могу с этим поделать. Такой боевой дядька. Причем пофигистичный, отчасти. Я просто забираю все у Грачева, потому что больше он с нами в битвах участвовать не будет. Значит, нужно у него все забрать предварительно. Все, пустой у него карман. Теперь все, что мы будем находить, я буду распределять только исключительно между нашими ребятами. Тремя. Грачев-то у нас больше воевать не будет. С нами. Прочная металлическая дверь. Открываем, заходим. Записка. Помни, что мутировали еще не все. Мы будем ждать. Интересие. Кому бы надо было эти записки кому посылать? Бутылка водки. Вот это уже серьезное заявление. Естественно, пить мы ее не будем. Это чисто для воспламенения монстров используется. Поэтому никаких лишних идей, чтобы я тут не слышала. Понятно? Я вам приказываю. Так, все распределили патроны на УЗИ. Идем дальше. Стоять! Друзья, тихо, это же мародеры. Ага, они везде одинаковы, ублюдки. Как вам удалось попасть в город? Золото открывает все двери, мой друг. Разве ты этого еще не понял? Только не надо стрелять. Может, мы вам просто уступим час нашей доли? Ты мне еще поговори. А ну, положи все на землю и дуй отсюда, чтобы пятки сверкали. Еще полминуты, и я точно ковригу на вас нарушу. Коврига, давай-ка посмотрим, что мы тут имеем. Так, похоже на записную книжку или дневник. Хм, по-польски, интересно. Я попробую перевести. Только поторопись, ладно? У нас и так мало времени. Так точно. Похоже, скорее на дневник. Кстати, я тебе не рассказывал, как моя младшая сестра в детстве вела дневник? Нет. И нет. Вчера мы опять хорошенько приняли, и он стал говорить о Косове. Я пошутил, что, наверное, у Косова в лаборатории хранится чаша Грааля. Уж очень сильно он ее охраняет. Это я зря. Косов как раз мимо проходил и пробормотал что-то о шутниках и серьезных последствиях. Вот тогда-то и мне стало страшно. Господи, что же из меня теперь сделают? Чаша Грааля. Интересно. Помнишь, Тарас, фильм такой еще был давным-давно? С Фордом, по-моему. А этот Косов и правда какой-то мрачный тип. Может, этот Петалака действительно попал в точку? Не знаю. Сначала этот смешной старик, затем этот дневник. По-моему, у них есть что-то общее. Ладно. Нет времени тут стоять. Давай пробиваться к канализации. Вот это по мне. На пустую болтовню времени нет. Давайте просто сделаем это. Распределяем припасы. Пусть будет вот так. Точно ничего нет у тебя? Ну все. Все убедилось. Идем дальше. Сейчас мы уже совсем рядом со входом в канализацию. Попробуйте найти большой вентиль. Если люди, которых вы ищете, еще не потеряли ума, то они окопались именно там. Я же не могу вечно заниматься чужими проблемами. Мне жаль, друзья, но я должен идти. Подожди. Почему? Ведь с нами будет надежнее. Да и нам нужна твоя помощь. Дальше вы справитесь уже одни. Мне же пора. А ну-ка стоять. Да оставь его в покое, Микола. Тоже мне комик. Так я и думал. Налицо все признаки психоза. Что за дурак? Вот если б он только остался с нами. Эй! Что-то господин Хахти приуныл. Разве что-то не так, Юко? Нет-нет, ни за что не ввязался бы я в это дело. Это... Это уже действительно слишком. Поднажми еще чуть-чуть, Юко. Мы почти у входа в эту чертову канализацию. Кто знает, может именно там и отсиживаются ребята из натовского отряда. Да, кто знает. Сейчас нас ждет... Двойная битва. Подряд. Поэтому мне нужно быть очень расчетливой, чтобы не попасть под удар здесь. Чтобы не пришлось мне жалеть, что я каким-то образом неправильно походила. Нужно все прям просчитать. От и до. Мне нужно, чтобы коврига встал между этими двумя ящиками. Вот что мне надо. Но это будет не за этот ход. Пока что прячемся. Че-то их тут дофига, однако, скажу я вам. Странно. Че это они тут все делают-то на кладбище? Давайте расположимся. Вот так? Давай, хахти! Жги! Отжигай! Теперь нам нужно его просто немножечко... Помучить. Чтобы осталось 15 пунктов здоровья. А, ну все, тут он уже сам догорит. Рисковать здесь не буду, наверное. Гранату лучше бросить. Ага. Красота! Добить его будет несложно. Да, вот это мне уже нравится. Они нас окружают. Ух, как страшно! Ничего, сейчас мы из этого вырвемся. И не из такого мы выходили, да? Ух ты, сколько пунктов он ему снес. Вообще красавица. Уже шестой уровень у ковриги. Быстрее всех качается. Что нам с тобой делать, а? Что же нам с тобой делать, Гарсия? А больше ничего не делать. Все. Гарсия завалилась. Устала, наверное. Шершенечка подобьем, да? Нет, двоих сразу никак не зацепить. Ничего из этого не выйдет. Значит, давай попробуем. Нет, ну что ж, жалко тратить. Ох уж, это жадность. Ну, с пистолета пойдет. Иии, всего пять пунктов. Иии, это никак. Они окружили! О нет, они нас совсем окружили! Иии, это я утрирую. Сейчас мы найдем способ выбраться. Нужно его... Вот так вот. А вот этого... Вот так. Теперь мы, наверное, в эту сторону все пойдем. Этот... Блин, он ведь достанет. А как же нам быть? Как нам быть? Придется... Придется... Ммм... Придется потратить ослепляющую гранату. Выбора просто другого не осталось. Не хочется здоровья тратить. Ха-ха-ха! Все, они стоят и не двигаются. И стуканы! Жалко гранату было только. Ну ладно. Не всегда же торжество жадности устраивать. Сильванов, долбани его топором, а! Обожаю я этот топор. Как он, кстати, нашелся? Все, оглушение у этих шершней спалок... Эти какие-то шершни? Это какие-то... Не знаю я, что это такое. Не знаю, даже представления никакого не имею. Итак, что мы будем делать? Мы будем по ним стрелять. Логично. Коврига, давай, наверное, на тебя вся надежда, да? Рискнем, что ли? А давай попробуем, а? Ух ты! Риск окупился! Ой, почти достал этот шершень. Но не достанет. Итого их осталось всего двое. Долбанем его шокером, что ли? Как вы на это смотрите? Нам нужно, чтобы один шершенечек остался, остальных перебить. А потом забрать ящики, которые лежат здесь во время боя прям на локации. Но он все равно в оглушении. Мы его успеем добить, я думаю. Мы сможем, да, подойти и достать все из ящика? Еще один парализующий пистолет мы нашли. Вместе с дротиками. Замечательно. Это ты называешь удачное попадание? Он же не достанет, да? Блин, он гоняется за хахти. Попадем? Обязательно надо стрелять по сторонам. Лишний раз патроны только тратить. Или это... Здесь это не измеряется в патронах. Здесь измеряется, наверное, в обоймах. На УЗИ. Потому что больно много они стреляют. Добивать его не хочу, потому что мне еще нужно ящик забрать. Давайте пока рассредоточимся. Поводим этого шершня за нос. Шершня водить за нос. Зажало. Шершня зажало. Ой, нэн. Коврига-то у меня вообще молодца. Оглушили этого шершня. Но добьем, когда заберем все из ящика. Ммм, бронежилет. Чудно. Ну еще немножко бы. Че нельзя со всей силы долбануть. Юка, давай. Добей его в рукопашку. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что это, блин, такое? Ладно, сейчас мы будем пытаться всё просчитать. Чтоб максимально без потерь. Осталось только этого Крюгера добить. Давай-ка, Вриге, я прям на тебя надеюсь, что ты добьёшь его. Очень надо его добить. Фух. Что мы будем делать с тобой, Крюгер? Достанем. Пока больше ничего мы сделать не можем. Фу, ну они и уродливые. Однако. Бросим ослепляющую, потому что я здесь другого выхода не вижу. Давайте рискнём, наверное. Нет, так не получится. Вот так получится. Я знаю, что это весьма расточительно, так расходовать гранаты. Но я думаю, что это того стоит. Вот так. Но, однако, эта горилла ещё будет долго жить. У неё же нет защиты от огня, да? Нет, не надо. Так не надо. Нет, так тоже ничего не получится. Давай с винтовкой. Блин, зря я походила сюда. Да блин! Ну её в баню, эту гориллу. Теперь мы что делаем? Надо взорвать вот эту бочку. Однако же ещё очень много всего нужно проделать. Долбануть этого Крюгера. А по ней мы будем, наверное, стрелять, да? Нет, так не достанем. А вот так достанем. Отходим. Нужно вот эту добить. Это ни в какие ворота не лезет уже. Будем бросать гранаты, чтоб сразу двоих. Вин так не достанем. Придётся поближе подойти рискнуть. А, ну, тут осталось всего ничего. Граната помогла. Я сейчас очень сильно рисковала. Ладно, давай, добей его. А это номер три. Джеймс Оуэнс. Прямо десять негритят какие-то. Один из них пошёл гулять и не вернулся вовсе. Подожди-ка, он ещё тёплый. Его убили совсем недавно. Пойдём быстрее. Может, Макфаден ещё жива. Осмотрим сейчас ящик. Распределим всё, что мы нашли между нашими ребятами. И отправляемся осматривать канализацию. Как я и говорила, ни одна игра не считается уважаемой, если там нет канализации. Если хоть раз туда кто-нибудь не залезет. Ну что, у нас по девять. Каждым так у этого восемь. Ну, нет смысла распределять. Восемь, девять, почти одно и то же. Лишних патронов у нас всё равно нет. И так, дротики, дротики, дротики. Теперь у нас у двоих персонажей есть парализатор. Замечательно. Здесь ещё светошумовые гранаты. И что-то там ещё было. Жилет. Всё, идём. Ну, конечно же. Как же же без канализации? Ну, совершенно никак. Без неё не бывает. Лайф, это ты? Джан! Джеймс! Нет, мисс. Это группа МЧС. Моя фамилия Селиванов. Пожалуйста, подождите минуту. Мы уже рядом. Не с места. Или я буду стрелять. Успокойтесь, успокойтесь. Мне очень жаль, что мы не попали сюда раньше. К сожалению, у нас плохие новости. Из группы НАТО в живых остались только вы. Что? Я так и знала. У нас такое же задание, как и у вас. Хотя сейчас бы я и сам с удовольствием унёс отсюда ноги. Кстати, лабораторию-то вы нашли? Лабораторию? У нас не было ни шанса. Как только мы высадились на нас, кто-то напал. Какие-то твари, которые сначала ещё были похожи на людей. Но по ходу битвы приняли облик монстров. Они так внезапно появились. Если бы мы не убежали сюда, они бы точно разорвали нас на куски. А вот с этого места поподробнее. Я не знаю, как они здесь оказались. Но напали они безо всякого предупреждения. Стоило нам только высадиться. Мы прибежали сюда, но отсюда нет выхода. То есть он есть, но он заблокирован. Джан Карло и Лайф решили провести разведку боем. И вызвать подкрепление. Через несколько минут за ними пошёл Джеймс. Ну что ж, здесь уже ничего не поделаешь. Сейчас свяжемся с базой и пойдём дальше искать лабораторию. Хорошо. Слава Богу, мне не надо больше сидеть здесь в ожидании собственной смерти. Джоан у нас из группы НАТО. Однако же она совершенно не умеет управляться ни с каким оружием. Что-то я вообще не знаю, что она тут делала. Она вроде бы как медик. У неё какой-то там специальный навык лечения. Но я им пользоваться не умею. Даже ни разу не пробовала. Наверное... Этот навык работает во время боя. За этим, наверное, её и взяли. Медичка. Это как в Resident Evil Ребекка. Но однако Джоан умеет управляться с пистолетом. И мы можем давать ей гранаты. Чтобы она... Проводила какие-то с ними манипуляции. Вот, пожалуйста, коктейль Молотова у нас имеется. Мы можем отдать... Один Джоан. Думаю, с метательными ножами она не справится. Что-то мне подсказывает это. Теперь нажмём на выключатель и можем проходить дальше. Какая-то кислота. Фигня, короче, какая-то была. Они захватили других. Они захватят и нас. Без нервов. Это касается всех. Если нас что и может погубить, так это собственная паника. Я не хочу умирать. Господи Иисусе, только не здесь. Только не так. Тихо. Прекрати истерику и смотри, куда стреляешь. Будет, конечно, плохо, если она нас задеет. Но терять людей из-за рикошета тоже не пристает. К шкафу мы пока не подходим. Пока занимаемся исключительно малышами. Джоан! Как же ты меня бесишь уже! Первая битва с тобой! Ты меня уже раздражаешь! Как можно было с такого расстояния промазать, а? Я не знаю. Понятия не имею. Только попробуй мне опять промахнуться. Как будто нельзя было так сразу. Так, все, у него уже оглушение спало. Нужно бы его добить. Девять. Коврыга, на тебя вся надежда. А до шкафа мы пока не идем. Надо подождать, пока он еще ближе подойдет. Но теперь, я думаю, мы можем его оглушить. И добить безо всяких проблем. Да, пусть будет так. Или вот так. Вот так лучше. Нет, вот так. Сама не знаю, что хочу. Маловато, но сойдет. Замечательно. Теперь, что мы делаем с вот этим малышом? А, мы его не можем оглушить. Он... У меня аж шокер не перезарядился, не успел. Ну, ничего, мы сейчас чем-нибудь... Блин, зря я это сделала. Надо же... Можно же было немножко пострелять, ну ладно. Зато припасы немножко сэкономили. А то Джоан обязательно промахнется же. Целиться не умеет вообще. Вы у меня что, ребята, будете сейчас делать? Надо бы его добить. Надо бы его добить, чтобы он... К тому моменту, как в себя пришел, уже сам загнулся. А, стой! Что я делаю? Задумалась. Удачу же надо качать. Контратака мне и не пригодится. Меня же практически не ранит никто. Так, ну я думаю, к тому моменту, как оглушение спадет, он уже и... Сам практически никакой будет. А че это тот малыш-то не двигается? Уходи с дороги, Джоан. Мужик работать будет. Вот так. Ну, тут немножко осталось. И шкаф сейчас догорит сам. Я могу ему только помочь топором немножко. Помочь. Че-то меня бесит. Тот малыш вообще сюда не подходит. Что, добьем мы его, нет? Так, не промахнулась. Я думала, промахнется. На нее нет надежды. еще подождать пока он поближе подойдет или сделать пару шагов не не надо здесь мы его уже можем оглушить и надавать ему по башке ну-ка да шокер теперь работает и ножики потратим чё нам стоит они мне все равно не пригодятся тут хоть какую-то пользу сыграют и как всегда не добила вечно мне все приходится за тебя доделывать теперь выбираемся на поверхность сейчас я только парочку ножей дам ковриги и чё тут у нас с патронами то все нормально вот так для достоверности а то что-то я и забыла в прошлый раз ножик дать ну все выходим отходим к лестнице мы не успеваем они же разорвут нас на куски выбор уже нет аж селиванов растерялся ох уже тот коврыга это все-таки мой любимый персонаж здесь классный парень как мы будем поступать сейчас разберемся нет никак никак не получается не докинет селиванов не докинет ладно давайте мы сейчас все вместе приблизимся а потом уж что-нибудь предпримем граната жалко это фактически выбрасывать ее на ветер что будем делать жахнем напалмом вот так сейчас как жахну съели сфинк сейчас догорит и помрет а вот со скорпионом надо что-то делать вот другого тоже зацепить должны да блин нет не зацепили я просто надеялась что мы другого тоже зацепим ну ладно не зацепили так не зацепили сейчас что-нибудь организуем еще альтернативное а теперь он должен догореть думаю он догорит издевательство какое-то над игроком серьезно вот только что тут было был один скорпион и куча сфинксов а сейчас и куча сфинксов и куча скорпионов эх печаль печаль беда что делать нам с этим сфинксом джоан только не говори мне что ты сейчас промажешь а давай вот так все у меня будете по струнке ходить пусть будет вот так а оба загнулся чем будем делать с ним из винтовочки а нет 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 далеко сильно далеко а хахахххххххххх дурачок рааааааа это надо же додуматься ах ты дурак full сфинкс ты на свою погибель приполз глупый тебя это Ó точно оскорбить о пятнацать как раз Давайте, наверное, для гарантии одно попадание еще по нему сделаем Ну и... Хватит Да, можно было бы и не стрелять 15 пунктов снесло Кстати, по-моему, тут у монстров еще интеллект какой-то имеется Я имею в виду, что некоторые монстры могут подойти к бочке близко, а другие монстры могут к бочке вообще не приближаться Вот такие вот, как эти скорпионы, они очень осторожные Так что мне сейчас придется постараться, чтобы заманить этих скорпионов к бочке К бочке! К бочкам! Надеюсь, все будет путем Уж потратить эти ножи, а то они меня бесят В инвентаре мешаются только лишний раз Ух ты! Какая суровая дама Ага, вот так И осталось 9 пунктов Можно было бы, наверное, захахти Из УЗИ выстрелить, а Селивановым топором ему по башке долбануть Ну ладно Давайте заманивать этих существ к бочкам Хотя бы одного заманить, и то ладно будет А я буду стоять здесь и приманивать вас Я приманка Блин, вот чуть ближе бы подошел Ну давай, подойди сюда Подойди сюда, вкусная Ух ты, как хорошо подошел-то Рисковать не буду Лучше сейчас взорвать эти бочки А то ведь он может так удачно больше и не встать Я даже не думала, что две бочки на нем сразу сработают Это прям повезло мне этот раз Теперь уже будем просто добивать этого скорпиона Оставшегося Бочек-то тут больше не осталось Ой, какие? Четыре Хе-хе, четыре Прям бригада, я не знаю Сколько их там было-то Я не смотрела этот фильм Да, я не смотрела фильм бригада Ну-ка Ииии Ну нафиг Не добросим А так А добросим вроде Ну-ка, давай Получилось, попала я Так, следующий, следующий ход Еще 35 пунктов 10 у него отнимется Так что получается осталось у него 25 Осталось 12 Кто снимет ему 12 пунктов, получит шоколадку. Опять обещаю. Может не стрелять по нему, сам догорит. Нет, он по идее не очень-то разгонится, догорит сам. Ну давайте подождем немножко, просто подождем. Еще пятерочку у него снимет, а вот 7 пунктов-то у него отнять надо. Надаем ему по башке тогда дубинкой. Ух ты. Ну тут он уже сам мог бы догореть, ну ладно. Селиванов, давай. Красота! Красота!